Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. 52 тысячи на русский, 38 на математику. В Беларуси стартует первое ЦТ, когда выдадут сертификат. Распустил руки. Сотрудники департамента охраны задержали буйного похитителя. До этого мужчина украл бутылку вина в магазине. Диагноз не приговор, как 10-летний Миша Ковалев справляется с редким генетическим заболеванием. А также кредитная передышка, декор цитадели и война без грифа секретна. В стране появится новый учебник по истории Великой Отечественной. В Беларуси от коронавируса выздоровели более 34 тысяч пациентов. Зарегистрировано 56 тысяч 657 человек с положительным результатом на COVID-19. Всего врачи провели 800 тысяч 435 тестов. Такие цифры приводит Минздрав. Гуманитарный груз из Арабских Эмиратов для борьбы с COVID-19 сегодня получил Республиканский научно-практический центр спорта. Всего передано свыше 12 тонн средств индивидуальной защиты и антисептиков. Их распределят между региональными диспансерами спортивной медицины, крупными центрами олимпийской подготовки. Тем временем Минздрав совместно с Ассоциацией рестораторов разработали рекомендации по минимизации риска возникновения COVID-19 в объектах общепита. Работникам надлежит ежедневно контролировать температуру тела. К работе нельзя допускать тех, у кого насморк, чихание, кашель. Персонал обязан применять средства, маски и перчатки. На видных местах должны стоять антисептики. Столы необходимо расставить шагом в полтора метра. Соблюдение мер безопасности контролируют санслужбы. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий. Прямо сейчас телефон горячей линии на ваших экранах. 52 тысячи заявок на русский, 38 тысяч на математику. В Беларуси стартует первая ЦТ. Через неделю упускники напишут тест по белорусскому языку. Вступительная кампания пройдет с оглядкой на пандемию. Организует ее на высоком уровне. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко. Чтобы провести ЦТ максимально безопасно, график сместили на 14 дней. На самые популярные предметы русский и математику выделили два дня. В одной аудитории, как сообщается, будет присутствовать не более 50 человек. Помещения будут регулярно проветриваться и обрабатываться. Станет больше площадок для сдачи в резервные дни. Мы в этот резервный день централизованное тестирование проводили в одном месте. Это Белорусский государственный университет. Теперь, с учетом особенностей ситуации, мы добавили еще пять мест централизованного тестирования в резервные дни в регионах. Выдача сертификатов начнется 24 июля. Подать документы в ВУЗ можно будет уже на следующий день. Университеты планируют принять на бюджет 27 тысяч абитуриентов. Платно смогут учиться 28 тысяч. Всего на тестирование зарегистрировано 64 тысячи абитуриентов. Банки отправили бизнес на каникулы. Крепость героев в новом свете и экзамены 2020. Белорусские ВУЗы зачислят полсотни тысяч выпускников. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Вступительная кампания в этом году стартует 25 июля. Белорусские ВУЗы планируют зачислить свыше 55 тысяч выпускников. Больше половины на бюджетные места. Набор завершат 11 августа на платную форму 17-го. Внутренние вступительные испытания пройдут в первую неделю августа. Допнабор при наличии вакантных мест с 12 по 14 число. Займовые каникулы получили свыше 6 тысяч клиентов белорусских банков. За помощью обратились свыше 3 тысяч физлиц и столько же компаний. Особое внимание уделили представителям общепита, туризма и пассажирских перевозок. Война без грифа секретна. Учебник по истории Великой Отечественной для школьников появится уже в сентябре. Авторы – сотрудники Академии наук. В книгу вошли документальные материалы из архивов России, Германии, Польши. Фундаментальные исследования раскроют неизвестные факты про вклад белорусского народа в Великую Победу. Обнародуют новые цифры. Брестскую крепость ждут обновления. В конце июня в Цитадели модернизируют художественно-декоративную подсветку. Она станет более энергоэффективной. Включать ее станут чаще обычного. В перспективе подсветка появится на площади церемониалов. В оформлении, как сообщается, будут использовать белый и красный свет. Ударил милиционера при задержании. Сотрудники департамента охраны задержали буйного вора. Тот, как сообщается, пришел в магазин за добавкой горячительного и не стал платить. Инцидент произошел в магазине на проспекте строителей. Со слов продавца, мужчина схватил бутылку вина и бросился бежать. Правоохранитель задержал его в течение нескольких минут. Молодой человек был пьян, отказывался ехать в милицию, распускал руки. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело за насилие в адрес сотрудника органов внутренних дел. Не опустили руки. У 10-летнего Миши Ковалева редкое генетическое заболевание. Его мама уверяет, диагноз не приговор. Образ жизни мальчика едва ли отличается от сверстников. Как живет и о чем мечтает ребенок, разуснала Мария Бушкевич. Про редкое генетическое заболевание сына Татьяна Ковалева узнала во время родов. Костная дисплазия слабо поддается лечению, заявили врачи. Со временем болезнь лишь прогрессирует. Где-то неудобство, набуться не может, писать ручку неправильно. Слух у нас начинает страдать. Нас врачи предупредили, что к 14 годам будут кардинальные изменения. Миша пока 10. Любит резвиться со сверстниками во дворе, играет в футбол. Учится в третьем классе. Когда вырастет, мечтает стать стражем порядка. Скульптура мне просто нравится. Там по бегу, а математика считает пример. Поверяется, что там 10, 9, 8 и двойки. Подобрать одежду для парня сложно, признается мама. Размер нестандартный, приходится укорачивать. За швейной машинкой Татьяна Ковалева может сидеть сутками. Для меня он и по сегодняшний день мгновенный, как все. Когда на улице люди смотрят, то хочется сказать, что это не картина Репина. В семье сразу 8 детей. Старшей дочери 27, младшей 2 годика. Часто собираются вместе, мастерят поделки. Многодетная мама уверяет, справляется со всеми на раз-два. Хотела одного, а получилось, что 8. Не мечтала даже. Я сама с большой семьей у мамы, 5 у нас. Никогда не хотела. Что дано, то значит дано. В сентябре сразу четверо станут первоклассниками. Татьяна уже ходит по магазинам, приценивается. Отмечает, в этом году сможет позволить потратить больше. Социальную пенсию для родителей, воспитывающих детей инвалидов, увеличили. Соответствующий указ подписал президент. Увеличен размер социальных пенсий для родителей, которые воспитывали детей инвалидов с третьей и четвертой степенью утраты здоровья. И которым впоследствии была установлена первая группа инвалидности. Ранее размер для таких категорий граждан, размер пенсии составлял 123 рубля. Это на сегодняшний день. А после увеличения будет составлять 243 рубля. В бобруйских семьях воспитывают около 700 детей с инвалидностью. Увеличение выплат от государства подспорить для каждой из них. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Да будет свет. Абажур на советской 113 ждет покупателей. На выбор десятки светильников всех форм и размеров Анастасия Шевцова полистала каталог и заказала стильную люстру. Люстры, светильники, торшеры, настольные лампы, светодиодная подсветка и уличные фонари. Абажур приглашает покупателей. В ассортименте свыше 4000 моделей светотехники. Люстры есть для любого стиля. Есть в классическом варианте. Можно приобрести у нас новые интересные современные люстры, где больше используется металла, металла темного в сочетании темной с бронзой. Можно даже белой с определенной патиной. Атмосферу уюта помогут создать и другие предметы интерьера. Карнизы, часы, картины, зеркала, камины. В перспективе обещают ролл-шторы, ПВХ-окна, подоконники, напольное покрытие. Диваны в ассортименте. Специалисты помогут скомпоновать мебель и освещение в едином стиле. Здесь обещают демократичные цены и индивидуальный подход к каждому. Все зависит только от вас. Наша задача просто показать, что вы можете к своему бежевому цвету добавить и сделать вашу кухню или зал, или спальню лучше, интереснее, комфортнее. Определиться с выбором светотехники поможет функция примерка. Покупатель забирает торшир домой, оставляет залог полную стоимость. Если товар не впишется в интерьер, его запросто поменяют. Хит-продаж – светодиодные светильники, потолочные и настенные. С помощью дистанционного пульта можно изменить цвет, тон, увеличить или уменьшить яркость, а ночной режим подойдет для детской спальни. Даже самый придирчивый покупатель не уйдет с пустыми руками. Специалисты подберут модель в точности по описанию. Понравившийся светильник можно также примерить онлайн. Достаточно выслать фотографию комнаты. Дизайнер выполнит проект размещения. Кто не может подобрать светильник в магазине, может воспользоваться интернет-магазином xfom.by. Там же заказать желаемый товар. Гарантия на изделие – два года. Лилия Шайхова, Дмитрий Шевцов, Анастасия Шевцова. Телеканал «Бобруйск-360». Волна класса «Люкс». В столичном многофункциональном жилом комплексе «Минск-Мир» жители получили ключи от своих квартир в первых пяти секциях дома «Эмирейц-Волна». Это уникальный дом в не менее уникальном жилом комплексе, удостоенного различных наград, в том числе и как самый масштабный в Европе. Дом «Эмирейц-Волна» и его ввод в строй завершает квартал, в котором уже все построено. Жить здесь – это новый стандарт, доступный семьям со стабильным доходом. Это здание доминанта квартала и всего комплекса «Минск-Мир». «Эмирейц-Волна» – уникальный дом, и второго такого нет. Грандиозная волна привлекает покупателей. Почти все квартиры здесь проданы. Последние свободные остались только в двух секциях. Именно в этом доме квартиру купила семья Екатерины Барановской. А сейчас получают ключи. У меня маленький ребенок, поэтому я счастлива, что здесь супер, просто замечательные детские площадки. Если сравнивать с любыми, наверное, кварталами, это самое современное. «Эмирейц-Волна» открывает въезд в «Минск-Мир». Она у двух главных проспектов многофункционального комплекса. Вариант по расположению. То, что это суперсовременный такой мегаполис в городе. И, естественно, цена квадратного метра. Она нас очень устроила. Застройщик вводит дома досрочно. Ключи от квартир первых пяти секций жители получают на полгода раньше. Это последний дом квартала, который будет завершен уже этой осенью. Здесь создана вся инфраструктура. Построен торговый центр. Рядом детский сад и паркинг. Есть детские и спортивные площадки. Множество коммерческих помещений. В соседнем квартале чемпионов будет построена школа. Дом «Эмиратс-Волна», квартал «Эмиратс-Люкс» – это новые стандарты жилищного строительства, задающие тон всему комплексу. Сейчас квартиры можно купить в домах 10 кварталов. Здесь покупают не квадратные метры, а стиль жизни. Совсем скоро будет и метро. Рядом новый городской парк. Ведутся работы по возведению международного финансового центра, который будет деловым центром района и города. Только в этом году мы инвестируем более 300 миллионов евро в строительство комплекса и финансовые инструменты для покупки квартир. Поторопиться с покупкой жилья здесь стоит в любом случае. В комплексе «Минск-Мир» на сегодняшний день осталось свободно всего около 800 квартир. В семи домах разных кварталов есть последние квартиры по акции по самым выгодным ценам, но только до конца июля. Приобрести жилье можно в том числе и в кредит. В первый год ставка менее 4%, во второй и третий – 9%, далее менее 14% на срок до 20 лет. Доступна рассрочка от застройщика. Первый взнос от 30%, а дальше равными платежами на 10 лет. При этом сумма выплат сопоставима с ценой аренды. Сейчас еще и время скидок. В квартале «Северная Америка» до конца июня минус 10%. А при покупке квартиры через сайт – дополнительная экономия в 5000 рублей. Время выбирать свою квартиру. Это все и события к этой минуте. Следите за нами в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!